Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале RxPlay. Это видео по игре Microsoft Light Simulator 2020. Сегодня у меня будет полет свободной камерой над городом Кривая Рог. В общем, полет будет осуществляться дроном, не самолетами, а просто свободной камерой. Видео специально для тех, у кого нет возможности скачать эту игру, допустим, поиграть и, допустим, посмотреть на этот город в игре. С высоты. Поэтому я предоставляю им такую возможность. Ну, так вот я, скажем так, добра... как его там, добродетели, или как его там правильно назвать. В общем, полеты над другими городами есть в описании, ссылочка на плейлист есть. Там есть такие города, как Житомир, Киев, Харьков, Полтава, что там, Днепропетровск, Запорожье, Львов, Мукачево, Ожгород, Одесса, Симферополь, Севастоколь, Мелитовск. Мариуполь, Мариуполь, Мелитополя, по-моему, нет, Мариуполь есть. Короче, там что-то порядка 30 или даже больше видео. Там даже есть Москва, Минск, я облетал их. В общем, как-то так. Кому интересно, ссылочка есть в описании на плейлист, так что переходите и смотрите. Может быть, там есть ваш город. Так, ну что ж, начинаем мы где-то с аэропорта начали. То есть, это, получается, у нас восточная часть Кривого Рога, потому что у нас Кривый Рог по площади 430 квадратных километров. И у нас длина, по-моему, даже его что-то около 100 километров. По-моему, как говорит, как длинный город, что-то вот 100 километров, по-моему. Вот, ну, в общем, вот у нас Кривый Рог. Я не знаю, сколько у нас времени займет этот обзор данного города. Ну, постараемся уложиться. Так, ну, в общем, как-то так это все дело у нас здесь выглядит. Железная дорога. Ну, то есть, это окраина города, я вам показываю. Да, кому-то сейчас повезло, что вот именно он где-то живет в этом месте, и кто-то, допустим, смотрит это видео, и ему очень повезло, потому что он уже, допустим, видит свой дом. Да, или уже увидел свой дом. Давайте сейчас здесь еще полетаю. Частные сектора здесь в основном, да. То есть, как-то так это все дело у нас здесь выглядит. Ну, теперь давайте сюда вернемся. Даже не знаю, откуда начать. Ну, давайте, наверное, вот так вот будем подвигаться в сторону севера, а потом будем как-то обратно в сторону центра, потом как-то... Ну, вот так будем, вы поняли. Вот так вот будем как-то летать. Посмотрим, что у нас получится из этого. Так, ну что, полетели. Полетели, полетели, полетели. Как-то так это все дело у нас выглядит. Давайте, может, вот так сюда свернем. Аккуратненько съедем, да. Дорога, улица, там еще... Ну, блин, здоровый, конечно, город. А, ну, вон, я вижу уже отчетливо жилые массивы. То есть, не то что, ну, к девятиэтажке там, да. Может быть, даже шестнадцатиэтажке. Так, это что у нас такое? Напишите в комментариях, что это у нас было только что. Вот, кстати, очень похоже на, может, какую-то больницу. А может и нет, кстати говоря. Не, ну, очень так похоже, слушайте. Так, ну что, летим дальше, да. Так, давайте, наверное, сюда. Я не буду сейчас приближаться к каждому домику. Потому что, ну, так будем долго снимать. Поэтому, если что, вот как-то так пробежимся. Вот, плюс-минус это все вот так вот у нас выглядит. Конечно, в реальности здание, понятное дело, имеет там другую высоту. Да, там, допустим. То есть, форму, возможно, имеет такую же самую. Да, цвета, да, непонятное дело, другие. Вот, ну, вот. Именно высоту могут отличаться. Так, направляемся сюда. Посредине парк, скорее всего, да. Ну, очень похоже. Так. Так, ну, что-то я уже потерялся немножко. Что я уже, по-моему, пошел в сторону центра, да. Ну, да. Вот фиг его знает, откуда его. Давайте, наверное, вот туда вот долетим. До Черновского района. Посмотрим, что у нас там, да. То есть, как-то так. Так, мы сейчас... Называется, как фанера над Парижем, да. Пролетим. Так, вот. Фиг его знает, что это у нас такое. А, это компании какие-то, да. Вот, видите, у нас промзоны разные. Здесь у нас еще один район. Ну, офигеть просто. Ну, по-моему, в этом самом... В Кривом Роге Саксаганский район, Терновский район, Дзержинский район. Что там еще? Ки район есть. Короче. Здоровый реально город. Здоровый. А, здесь уже был, кстати говоря, да. Здесь уже был. Видите, вот теряюсь что-то вообще капец. Какой-то лес у нас здесь. Частный сектор. Школа, школа, может, две... Может, школа-садик. Блин, они как-то вот разбросаны этими микрорайонами, вам не кажется? Вот. Реально, смотрите, какой разброс. Много пустых территорий, как бы, да. И гляньте, просто какой разброс. Ну, реально, смотрите, один микрорайон здесь. Потом вот здесь какая-то пусто. Ну, да, вот. И потом микрорайон... Вот, гляньте, какой разброс. Просто как они все разбросаны, да. Вот, вообще, так неудобно чуть-чуть. Нет такой плотной застройки, скажем так. Где вот реально вот строгом район, да. Вот куча все понастраивали. А тут как-то свободно. Даже чувствуется просторно как-то. Или это может быть так в игре, оно все смотрится. Ну, как-то пустовато. Реально. Гляньте, просто как он здоровый. Реально, а что такое за ржавчина? Или это не ржавчина? Ну, полетим, давайте сюда. Что это у нас такое? А, я понял, что это. А, ну, понятно, все. Так, полетели дальше. Частные сектора. Частные сектора. И вот в этом городе как раз есть метро, по которым курсируют трамваи. Да-да-да. По-моему, единственное метро в мире, по которым ездят трамваи. Ну, именно подземное, понимаете. В подземке трамваи курсируют. Реально. Так, летим дальше. Вот это все. Здесь у нас... Опять же... Цвета зданий отличаются. Ну, могут отличаться, как в реальности. Вот, понятное дело, что... Допустим, вот эта вот девятиэтажка. Видите, оно здесь двухэтажное здание изображено. Ну, такое на практике я уже встречал. Например, экскурсия по своему городу. Я четко понимал, где какое здание. Знал, что вот это, допустим, девятьэтажа. В игре оно изображено, как, там, допустим, вот этот вот домик. Да? Три этажа. То есть... Ну, и таких очень много. Зданий, объектов. Но, в целом, в целом, вот, допустим, вот, если вот так смотреть с высоты... Вот. Пожалуйста. Вот, как вы видите. Так что, летим дальше. Вот, многие говорят, что можно зайти в Google карты. Вот так. Если вы в Google карты зайдете, вы будете вот так вот только смотреть. И то с высоты там какой-то, да, допустим, можете там приблизить. Все, пожалуйста. А у вас есть возможность, допустим, вот так вот сделать. То есть, в Google картах вы вот так вот не сделаете. То есть, понятное дело, объекты будут другие чуть-чуть, именно цвета зданий. Вот. Но такого в Google картах точно не будет. Разве что панорамы какие-то. Но, опять же. Это игра. То есть... В игре, я же говорю, можно летать в абсолютно любом городе. Даже в селе каком-то, да. Там деревня. И смотреть, что там у нас вокруг происходит. Да, конечно. Жесть. Просто жесть. Но я... Я не знаю, как это... Как это объяснить своими словами. Просто, ну, реально он здоровый, этот город. Почему он такой здоровый, ё-моё? Как по полки его, блин. Так, он в длину ещё же, понимаете. Такое, ещё раз разбросано чуть-чуть, да. Вы гляньте, сколько школ. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, это с садиками, я считаю. О, но здесь, по-моему, уже похоже на какие-то новостройки, да. Уже нету этих школ. Нету этих... А хотя хрен его знает. Может, это не новостройки. Могу ошибаться. Ну, очень так похоже, потому что... Ну, здесь вот чётко видно, что... Здания были построены в 90-х. В 80-х. Тут такое прикольное местечко, да. Такое укромненькое. Но пляжа нет. Не вижу пляж, где можно покупаться. Так, летим дальше. Фиг его знает, гляньте. Ну, он здоровый, капец. Я вот как-то буду сейчас... Стараться не задерживаться. А пролетать как-то вот. Не зацикливаться на каждом объекте, на каждом здании. Слушай, это будет время. В перемешку идёт ещё частный сектор. Ну, практически мы весь город уже исследовали. Там осталась только нижняя часть и всё. Вон ещё один частный сектор. Ну, то уже не кривой рог, мне кажется. Вот это ещё кривой рог. Это, по-моему, Терновский район, да? А! Стоп! Вон Терновский. Ёп! Да пипец! Гляньте. Нам ещё туда надо полететь. Вот тут как-то облететь это всё. Да что он такой разбросанный? Офигеть, он здоровый. И я в шоке. Реально, блин, как с Киева в Житомир ехать. Ещё один карьер. Я не думал, что он такой здоровый. Офигеть просто. По карте Паша, я сотрел. Вот это вот как раз, вот этот вот карьер огромный. Это Терновский район. Это уже окраина города идёт потихоньку. Ну как, ну да. То есть, он ещё один жил в массиве. Там уже у нас будет окраина города. Ну вы представляете? Я просто даже не знаю, как это всё комментировать ещё. Допустим, отсюда надо ехать в самую нижнюю часть Криворога, допустим. Там что, 100 километров надо ехать? Ну вот, всё. То есть, это у нас окраина города. Всё. Дальше у нас начинаются поля. Ну, соответственно, частные сектора. Ну, посёлки, имею в виду. Всё. Терновский район, он и... Ну, он ещё, да, кусочек, я так понимаю. Такое ощущение, будто я уже летаю по области. Ну, как по области? Ну да, по области. Такое ощущение, будто я смотрю сразу несколько городов. Короче, ребят, пишите, вы нашли там свой дом или нет. Потому что он реально здоровый, капец. Нам ещё надо обратно лететь на... О, боже мой. Надо просто в высоту сейчас подняться и посмотреть, как оно всё это дело ночью выглядит. Мне даже интересно. Ну да, освещение её, конечно, да. Ну, то есть, в основном, все силы вот там вот у нас. Вон, видите, вот. Освещение в основном, вот. То есть, ну вот это у нас тоже Криворог. Как можно посмотреть. Здоровый город. Здоровый. Так, спускаемся обратно на землю. Сейчас будем пробовать обратно лететь в центр. Там мы ещё кое-что не досмотрели. Так, ну вот и всё, в принципе. Выровняем обед. О, электростанция. Очень так похоже. Судя по теням. Так, ну это мы двигаемся в сторону центра уже. Опять. Так, ну в общем, как-то так. Посмотрели, да, увидели. Что-то вот так вот оно всё выглядит. Выглядит плюс и минус. Потому что, реально, если так вот детально смотреть, то надо очень много времени. Там целый час, я думаю. Даже может два. Потому что где-то мы что-то не усмотрели. Да, нужно опять лететь обратно. Но такое. Так, как-то делать. Так, ну это вот так вот. Итак. здесь по-моему я не был или я был здесь не помню а не был не был здесь я да по-моему не был здесь или были здесь а был 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 так здесь налево поворачиваем и двигаемся в центр ну да это уже видно что это центр похоже опять сюда повернем посмотрим ребят пишите пишите обязательно коменты оставляйте похоже похоже не похоже что нашли что увидели так хорошо давайте 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 так ну где где еще не был так вспоминаем вспоминаем обязательно ты у у нас мост так сюда сюда но это центр это похоже на центр более-менее стадион о кривбас да ничего не видно крыль или что крыль кривбас ну да кривбас мост под водой под водой почему-то так что тут у нас промзоны промзоны заводы но я думаю что это не интересно шоу на них смотреть ах так с а вон он 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 это меня для меня является ориентир что это где-то я уже под под конец подхожу именно к нижней части кольцевая не кольцевая развязку прикольно что тут у нас дальше река площадь да это центр в основном вот здесь еще не был здесь еще не баловать вот как-то так облетим это все дело посмотрим ну да это уже выезд из кровавого рога это я думаю там тоже уже не кривый рог это уже поселок скорее всего хотя хрен его знает но в любом случае покажу показал так двигаемся дальше но здесь еще не был довольно таки интересная да гляньте хоп 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 как иксы какие-то довольно интересная форма непонятная потому что вот реально допустим вот у нас как тут первый второй подъезда третий четвертый пятый там да и допустим вот я сужу как сейчас курьер допустим доставка в первый подъезд да вот сюда и доставка допустим а может быть это один дом ну все равно допустим даже если это один дом то ну я не знаю вот какая здесь правильная нумерация откуда ну допустим отсюда раз-два-три-четыре-пять допустим на потом где-то тут должно быть приложение скорее всего 6 7 что ли да или как или может это два разных дома допустим доставка в первый подъезд а потом тебе надо но в принципе да то есть как бы вот так обойти не мешало бы но все равно допустим если мне надо сюда да допустим как бы сюда можно будет пойти а если допустим подъезды здесь вот допустим вот сюда вот здесь подъезд вот здесь выходит он так и папа по моему и есть что подъезд а нет вот по моему подъезда на вот допустим подъезд здесь вот сюда выход я надо вот сюда или вообще вот допустим вот подъезд и вот подъезд тебе надо отсюда вот сюда я надо так обходить или вообще вот сюда обходить чтобы сюда попасть. Или, допустим, вот в этот доставка дом. Тебе надо вот так вот идти сюда, вместо того, чтобы вот так, хоп-хоп, и все. Ну, я сужу как курьер просто. Кто не работал курьером, тот не поймешь, про что я говорю. Не очень удобно. Не очень удобная форма. Так, ну, в принципе, что и у нас в Киеве тоже очень хватает таких мест. Понятно. Как-то понастраивали они это все дело. Нумерация странная тоже. В принципе, я уже привык к этому всему. Но вот такой тип строения еще не встречал. Интересно довольно таким. Ладно, двигаемся дальше. Такс. Ну, здесь у нас тоже часть кривого рога. Уже нет. теплицы. Гаражей. Опять частные сектора. Хрен его знает, куда его лететь сейчас. блин, очень много здесь карьеров разных. Так, ну, чтобы я еще не была. Ну, вон там. Да. Вон там. Ну, да. Это у нас окраина города. Я так понимаю. Вот оно все так выглядит у нас. Хотя, знаете, мне проще обозревать мелкие города, чем крупные. У крупных больше такого у тебя идет, ну, как видите, вот в данном случае скриво. Но это просто единственный город, который в длину вот у нас. Вот. То есть он-то вот так вот вроде бы, да, вот по ширине такой вроде бы, ну, что-то миру. Да, вот по длине, конечно, он здоровый. Реально. Еще они все так разбросано, конечно. Чуть не привычно. Мне, конечно, мелкие города проще обозревать. Но там спроса спрос маленький. На те города, соответственно. Города миллионники там, понятное дело, повышенный спрос, поэтому надо вот. Как-то так. Ну, в общем, все, ребят. Все, все, все. То есть что, что, ну, куда, куда еще можно полететь. Опять у нас тут промзоны, компании. Здоровый город. Ничего не скажешь. Ладно, все, ребят. Давайте я буду заканчивать тогда. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк под это видео. Подпишитесь на канал. Чтобы ничего не пропустить. И, соответственно, давайте всем пожелать счастливой выдачи. Вот. Посмотрим, что у нас будет на следующем обзоре. Может быть, Кременчух посмотрим. Ну, да, я думаю, что может Кременчух попробую обозреть. А потом уже будем смотреть, как он вообще дальше пойдет. В общем, все, ребят. Давайте всем пока. Увидимся.